Добрый день, в прямом эфире радиостанция Эхо Москвы в Уфе, у микрофона Дарья Кучеренко. Это программа персонально ваша, сегодня персонально ваш Андрей Патылицын, координатор отделения Открытой России в Башкортостане. Я вас приветствую. Добрый день. Можно присылать нам вопросы, номер плюс семь девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять пятьдесят один. Давайте начнем с новости субботней о кадровых перестановках в администрации главы Башкирии. Вы улыбаетесь, как будто знали, что я вам задам этот вопрос. Безусловно. Рустем Хамитов убрал с поста Рамиля Дюльмухаметова, вот коммерсант называет его одним из самых влиятельных чиновников, и на его место поставил Денира Ахмедьянова, который ранее был министром лесного хозяйства. Ну и еще одно назначение произошло, перевод бывшего председателя Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы Открытая Республика Рената Шагальна на место, управляющего делами. Если вам есть что сказать по этому поводу, если вы считаете, что здесь можно какой-то тренд обозначить, или вы знаете этих людей, то, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, из всех троих перечисленных я знаком с двумя. Это Рамил Дюльмухаметов и Ренат Шагалин. Безусловно, есть что сказать. Дело в том, что фигура Рамила Дюльмухаметова на посту замруководителя администрации главы региона действительно была чрезвычайно спорной и непонятной, потому что тем, кто живет в Уфе давно, в общем-то, путь этого человека известен, и, в общем-то, он принес с собой вместе в администрацию Хамитова весь шлейф вот тех вот негативных явлений, которые его сопровождали всю дорогу к этому посту. То, что Дюльмухаметов был не способен эффективно руководить внутренней политикой республики, стало понятно в тот момент, когда эта внутренняя политика внезапно забурлила. Вот в последние, там, скажем, полгода или чуть больше, до этого делать было нечего. Рамил Харматович умело изображал деятельность, значит. Чем-то он понравился Хамитову, они бесконечно с ним обедали, значит, что является в администрации знаком высшего внимания, значит, и каким-то образом он его, видимо, удовлетворял некоторое время. Но к моменту, когда возникли трудности, когда нужно было начинать работать с какими-то событиями, явлениями, главами и районами республики, выяснилось, что Рамил Дюльмухаметов абсолютно беспомощен, не способен и не может этого сделать. Вы можете привести какие-то конкретные примеры из последних событий в районах, где он, как вам кажется, справился? Безусловно, начиная с мая месяца и заканчивая последними событиями в Куэргазах, каждое из этих событий, которое было сколько-нибудь значимое, в общем-то, было провалом этой внутренней политики. Тут, конечно, и сама структура администрации сыграла роль, и состав управления внутренней политики взаимодействия с общественными организациями. Все это вместе дало вот такую вот оценку. Ну, вот конкретный пример – это Куэргазы, когда противоречивые команды из Уфы привели к достаточно абсурдному, смехотворному и позорному, значит, итогу, как все это выглядело, когда, значит, митинг, объявленный в поддержку Путина, был объявлен запрещенным, там составили протоколы на активистов и так далее. И, в общем-то, глава района, действуя по прямому указанию Дюльмухаметова, в итоге оказался в совершенно идиотской позиции. Ну, и Дюльмухаметов, естественно, тоже. То есть все это вместе, но это была последняя капля, скажем. То есть... Перед этим было еще много-много подобных эпизодов, когда становилось понятно, что Дюльмухаметов не в состоянии управлять этой системой. То есть человек на должности, который занимал Рамил Дюльмухаметов, он, так сказать, говорит, что делать главам администрации районов в том или ином случае, они здесь совершенно не самостоятельны. Безусловно, да. Вот история с этим директором школы в... В Белорецке. В Белорецке, да. Значит, с Кривоусом. История с Куэргазами, это все вот прямые какие-то абсурдные команды Дюльмухаметова, которые вылились в скандалы, в неприятные, в общем-то, обстоятельства дальнейшие и так далее. То есть, по сути, зачем это нужно Хаметову и зачем это нужно Республике? И задача, чтобы не было вообще никаких подобных скандалов? Нет, задача человека, который находится на этом посту, в том, чтобы оптимизировать процессы, то есть конфликты возникают всегда, то есть вот те или иные, да. Значит, он должен вникать в ситуацию, он должен анализировать, понимать, кто на чьей стороне, кто чего хочет, пытаться минимизировать, скажем, последствия там скандальные или какие-то конфликтные, ну и выходить вот из этих ситуаций. А действия Дюльмухаметова носили, ну, прямо противоположный характер, то есть он предпринимал те шаги, которые вели к усилению этих конфликтных ситуаций, которые выливали скандалы, либо там в позорные последствия, как с Кривоусом. Может быть, он просто действовал по демократическому принципу и давал свободу главному дистанции? Нет, мы рассуждаем с позиции Хамитова, его убрал с должности Хамитов. Вот мы рассуждаем, почему он мог это сделать, да, то есть какие выводы, какие последствия. А с точки зрения там демократичности давайте не будем фантазировать, потому что задача таковая не стоит в администрации. Есть задача, чтобы насчет республики была тишь да гладь и божья благодать, и иллюзия контроля над ситуацией. Денир Ахмедьянов занял пост Рамиля Дюльмухаметова. Вот коммерсант сообщает о нем, что он работал раньше министром лесного хозяйства. Что можете сказать про этого человека? Неудивительно ли для вас, что именно он вдруг будет заниматься внутренней политикой в Башкирии? Лично мы с ним, по-моему, не знакомы, но могу сказать, что, скорее всего, это промежуточная фигура. Вероятнее всего, он назначен, ну, как вот у Хамитова есть такая логика. Помните, вот когда Молчанова назначали на должность, да, все были в неком недоумении, когда его назначили на эту должность. Это называется на зло бабушке отморожу уши, то есть берется практически первый попавшийся человек. Ну, в данном случае сейчас это, я думаю, что с подачи Нагорного случилось. У Нагорного для этого есть определенные там свои интересы и свои соображения. Там фантазировать не будем. Нагорный глава администрации. Да, но при этом он еще и изощренный кадровик, который вот подбирает эти кадры. Ну, в данном случае, я думаю, что это промежуточная фигура, которая призвана на свой пост с целью, ну, определенной зачистки, может быть, глав районов, потому что я думаю, что в ближайшее время мы увидим, ну, такой период отставок, может быть, не длинный, но достаточно заметный. Руками вот этого господина будут, значит, освобождаться от должности там те или иные главы, которые там либо уже очень сильно много наделали чего-то нехорошего, либо давно уже пора их убирать. Вот. Мужчина достаточно преклонного возраста, в скором времени отметит 60-летие, то есть это человек, чиновник такого не длительного использования, поработает, ну, может быть, полгода-год, и на этом все. Соответственно, вот под него какие-то задачи. Здесь речь не идет о нем лично, потому что, ну, выбор действительно очень странный, министр сельского хозяйства, ну, опыт, понятно, но, с другой стороны, сельское хозяйство, лесное хозяйство, извините, ну, лесное хозяйство у нас не самое там выдающееся в Башкирии, то есть вряд ли он там мог каких-то успехов особых достигнуть. Скорее всего, он отвечает определенным запросам Нагорного, во-первых, то есть там личная преданность, определенные обязательства, ну, а с другой стороны, видимо, это выбран человек вне кланов каких-то. Ренат Шагалин, который, как пишет ряд СМИ, по некоторой информации является родственником Рустема Хамитова, тоже получил место в администрации. Ну, с Ренатом Шагалином мы очень хорошо знакомы, не могу его характеризовать как классического чиновника, там, скажем, вот этой вот старой эпохи. Да, действительно, он очень тесно связан с Хамитовым, он единственный человек, которого Хамитов привез сюда из Москвы, когда приходил в республику, он, ну, насколько я знаю, все эти разговоры про родственные связи, это все ерунда, но там, да, есть какая-то личная связь, там, скорее, не родственные, а дружеские отношения. Азамат Галин у нас в эфире говорил, что он племянник Рустема Хамитова. Нет, он не племянник Рустема Хамитова, но, тем не менее, там есть такая связь, неслужебная, условно говоря. Да, Хамитов его очень опекает, он его очень продвигает, и они работали еще до периода здесь, в Башкирии, вместе. Ренат толковый человек, но при этом он отличается исключительной, там, фантастической преданностью Хамитова, то есть у него нет других вариантов, и, как говорится, с кем пришел, с кем уйду, и вот когда Хамитов нас покинет, я думаю, Ренат нас тоже покинет. Тот факт того, что он якобы родственник или в каких-то близких отношениях с Рустем Хамитовым состоит, отмечается рядом СМИ, и вот, по моим ощущениям, это имеет некую как будто бы негативную окраску. А на ваш взгляд, это скорее плюс или скорее минус, или это вообще не имеет значения? Вот был он там когда-то коллегой его, был когда-то другом, я не знаю, или знакомым, хорошим? Или лучше избегать подобных ситуаций для того, чтобы все работало хорошо? Ну, с имиджевой точки зрения, конечно, надо избегать ситуации, когда назначаешь там на ключевые посты каких-то своих там друзей, родственников или соседей, но с точки зрения практической у Хамитова, ну, не осталось людей, которым он мог бы доверять. Он их или распугал, или разогнал, или потерял доверие этих людей. Многих, кстати говоря, толковых людей он от себя толкнул, либо они сами от него отвернулись. Ренату делать нечего, у него нет здесь никакой опоры, кроме Хамитова, он как бы заложник этой ситуации. Еще раз скажу, Ренат, толковый парень, на должность завхоза подходит значительно лучше, чем на должность там министра по IT, да, потому что он действительно тщательно и старательно будет обеспечивать уют Хамитова и его там быт и прочее. Чем, собственно, занимается... То есть управляющий делами? Да, чем, собственно, занимается управлением делами, да, конечно, да. То есть это структура, которая в первую очередь призвана заниматься организацией, значит, труда и быта первого лица республики. Транспорт, проживание, значит, ковровые дорожки, там, напитки и прочее, прочее, это в первую очередь. А во вторую, это, там, ну, как у нас всегда принято, это некое, там, ведомство, влияющее, там, на какие-то процессы. Ну, в данном случае это исключительно хозяйственные процессы. Давайте к другим темам. Я, кстати, напомню номер для СМС-сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Андрей Пателицын, координатор движения «Открытая Россия» в Башкортостане. Сегодня персонально ваш. В пятницу отмечали девяносто восьмилетие со дня рождения народного поэта Мустая Карима. Отмечали с большим количеством гостей. Приехали дети, его внуки. И, например, порталы «Медиакурсети» или портал «Пруфу.ру» отмечали, что было очень много вип-гостей, назовем их так. Вы, как человек, который здесь живет очень-очень давно, всю жизнь, наверное, и наверняка видели не один раз, как отмечали, сколько-то лет со дня рождения Мустая Карима, действительно заметили в этом году что-то особенное. И, в общем, нет обычного планового ежегодного мероприятия. Особенностью вот этого дня, скажем, в череде прочих, ну, в общем-то, не было никакой круглой даты, да, девяносто восемь лет, несмотря на то, что на баннерах было написано «сто». Ну, это там, ладно, забавный креатив был, да. Несмотря на это, да, этот день отличался от остальных. Ну, во-первых, в Уфе появился определенный архитектурный центр, значит, условно говоря, посвященный Мустая Кариму. Это вот этот вот монумент на Кирова-1. Не будем обсуждать его художественных достоинств, но все мы знаем, что он установлен там на личные средства и по инициативе, значит, родственников Мустая Карима и, в общем-то, напрямую Тимирбулата Каримова. Все мы знаем, что есть бесконечные, на мой взгляд, глупые разговоры о том, что Тимирбулат Каримов там претендует на пост тут главы республики и так далее, и так далее. И все это вместе вот немножко изменило окрас этого празднования. Но здесь важнее то, что главную скрипку в этом всем странном оркестре в этот раз играл Ерик Елалов, да. Он играл роль принимающей стороны, он, значит, там стоял под зонтиком рядом с Кобзоном Тимирбулатом Каримовым и господином Швыдким и так далее, и так далее. И все это празднество обошлось без Рустама Хамитова. Что, ну, по всей табеле о рангах странно, неправильно и, в общем-то, вызывает вопросы. Потому что на подобные мероприятия с подобными гостями такого уровня, в общем-то, ну, губернатор явиться обязан. И, в общем-то, он должен быть там принимающей стороной, вовсе не мэр города. Даже не мэр города, а сити-менеджер. Это, безусловно, часть той истории, которая у нас продолжается. Значит, истории о том, что Эрик Елалов пытается позиционировать себя здесь, в Башкирии, как претендент на пост главы. И вот он набирает себе какое-то портфолио определенных событий. А вам кажется, что вы ищете то, чего на самом деле нет? Рустам Хамитов мог не специально не приехать, и у него могли быть более значимые дела. Тут с ящером, в конце концов, в республике борются. Ему, может быть, не до празднеств. Нет, не считаю. И действительно, все устроено так, что подобные мероприятия никогда не игнорируются главой, будь они организованы им. А в данном случае это мероприятие, безусловно, организовывалось Елаловым, ну, там, при помощи Веремеенко и прочей, значит, группы поддержки, которая сейчас существует. И, соответственно, Хамитова, простите, просто не пригласили. Потому он и не явился. А его нужно приглашать на такие мероприятия? Ну, безусловно, кроме того, что его нужно приглашать, по всем вот этим раскладкам, в общем-то, его администрация должна быть организатором этого мероприятия. И вот Министерство культуры, Министерство, значит, там, образования, которое формально, по крайней мере, в этом всем принимало участие, конечно, им вопрос. Вот про имидж мне еще хочется поговорить, про то, какое впечатление производит это мероприятие. Вот смотрите, совсем недавно там запретили проводить митинги в этом сквере Мустая Карима, и даже Ерик Елалов на оперативном совещании оговорился и чуть было не пригласил горожан на несанкционированный митинг в честь Дня рождения Мустая Карима. Потом, правда, сказал, давайте от слова здесь не употреблять, вообще-то митинги проводить нельзя. Получается, что какое-то лицемерие. С одной стороны, город нам говорит, в общем, проживающие неподалеку от сквера жалуются, что газоны вытаптываются, а по сути, вот мы видим там 150 человек, которые на этих газонах стоят. Ну, Дарья, по поводу обилия или отсутствия лицемерия, давайте не будем, значит, философствовать. Действительно, двойные стандарты присутствуют, город не может определиться, что называть митингом, а что не называть. В общем-то, надо обратиться к законодательству, тогда им легче, наверное, станет. То, что случилось на Кирова-1 по поводу 98-летия Мустая Карима, ну, наверное, будет считаться каким-то праздничным мероприятием, а вовсе не митингом. Вопрос, как назвать? Да-да-да, вопрос терминологии. Ну, да, конечно, это лицемерие у нас процветает, а с одной стороны они борются с какими-то, значит, акциями недовольства со стороны граждан, с другой стороны устраивают какие-то такие вот мероприятия, которые в большей степени, конечно, нужны им самим, потому что зачем это было делать под открытым небом, когда можно было устроить там какой-нибудь концерт, не знаю, там какое-нибудь мероприятие в каком-нибудь ДК, и все было бы замечательно, да, назвали бы много-много гостей, почти ли бы память великого поэта, утвердились бы и самоутвердились, ну, вот им понравилось так, с зонтиками. Ну, это бы в случае, если бы администрация города была заинтересована в том, чтобы не терять лицо в этой истории, а если ей все равно, допустим, то чего и извращаться? Ну, на самом деле ей все равно, да. А тут, кстати, вопросы вам приходят на номер плюс семь девять два семь триста четыре десять пятьдесят один. Вот вы упомянули Тимирбулата Каримова как преемника, там, да, как нового главу республики, о котором говорят много в последнее время, один он из якобы претендентов в этом шорт-листе, и Равиль Харисов вас спрашивает, кого вы видите первым лицом республики или хотели бы видеть после Хамитова? Вопрос не по существу, безусловно. Если лично меня спросить, я бы все-таки предпочел господин Мавлиярова. Почему? Ну, этот человек, который... Сейчас у нас будет длинный разговор, но тем не менее... Давайте коротко, у нас у нас три минуты. Коротко, это человек, который в состоянии, скажем, был бы остановить тот бардак, который у нас нагнетается, в состоянии привести в порядок взаимоотношения элит и прекратить то, что сейчас происходит в республике. А я думала, вы ответите, что вы сторонник демократических инструментов, вы за то, чтобы прошли выборы, и у нас просто избрали нового главу, и, в общем, все было хорошо. Вы ошиблись, да, Дарья. Вы считаете, что... Нет, вы спросили, вопрос звучал так, кого бы вы хотели видеть. Вот я ответил, кого бы я хотел видеть. А механизм туда, прихода на это место, безусловно, должен быть через выборы. Но мы понимаем же, что сейчас влияние определенных групп, группировок и конкретных частных лиц на вот эти процессы так велик, что выборы, в общем-то, почему-то становится вторичным, особенно выборы глав регионов. Вот, соответственно, конечно, надо учитывать этот момент. Конечно, выборы нужны. Конечно, нужно показывать людям этого человека. Сначала предлагать, презентовать, убеждать людей в том, что он действительно им подходит. Он должен это делать и сам, и через свою команду. И тогда будет более оптимальный вариант. Но я ответил на вопрос радиослушателя, кого бы я хотел видеть на этой роли. Я напомню, номер для СМС-сообщений. Можно еще присылать вопросы. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Сегодня персонально ваш Андрей Пателицын, координатор движения «Открытая Россия» в Башкортостане. Мы сейчас уйдем на новости, после чего продолжим эфир. «Открытая Россия» в Башкортостане. Ганапольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Ну что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем забраться. Где Алексей Осеевич Генедиктов? Я принимаю решение посадить их в один пшел. Ну ладно, раз вы так решили. Матвей Ганапольский. Лицо России. И Алексей Нарышкин. Нарышкин как собак нерезанных. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Замечательный ведущий. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказали. Они вам верят, они вас любят. Воскресенье в 19.00 на Эхе, Москвы. Это будет конфетка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Генеральной прокуратуре назвали вопиющую историю с нападением на журналиста Эхо Москвы. Мы держим ситуацию на контроле, заявил официальный представитель ведомства. В Уголовном кодексе может появиться новое понятие пропаганда терроризма. С инициативой выступил заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальбейш Хагошев. Госдумарство может рассмотреть это предложение в течение месяца, заявил депутат. Мы сегодня, в принципе, имеем очень стройное законодательство о борьбе с международным терроризмом. Но было большим упущением в свое время, чтобы не было пропаганды терроризма в Уголовном кодексе. Главная цель, чтобы пропаганда терроризма появилась в Уголовном кодексе как термин. Потому что оправдание – это одно, призыв к совершению преступления – это тоже другое. Мы хотим ввести пропаганду терроризма дополнительно, чтобы трактовка была шире. И никто, кто занимается пропагандой идеологии радикальной, не могли уйти от ответственности. Максимальное наказание за это преступление – 7 лет лишения свободы. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила о серьезном давлении на нее и правительство региона со стороны правоохранительных органов. В частности, это выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения, уточнила Ковтун. Она связывает это со своей позицией по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу приватизации имущества на территории Мурманска. Ковтун подчеркнула, что не будет сидеть сложа руки и пообещала довести свою позицию до высшего руководства страны и руководства правоохранительных органов. Всемирное антидопинговое агентство объявило о начале расследования масштабной системы допинга в китайском спорте. Поводом для разбирательства стал фильм немецкого телеканала «АРД». Бывший врач китайской сборной Сюэ Инсянь заявил о том, что более 10 тысяч спортсменов принимали запрещенные препараты в период с 1980 по 1990 годы. Система охватывала все виды спорта и все китайские медали были завоеваны благодаря допингу. 7 ноября, день Октябрьской революции, должен праздноваться на государственном уровне, считают в КПРФ. Как говорят коммунисты, хороший пример в этом плане подают Белоруссия и Киргизия, где эта дата считается официальным праздничным днем. Движение транспорта будет ограничено в Москве с 24 октября по 7 ноября в связи с подготовкой к 76-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. В частности, 5 и 7 ноября с 7 утра до 13 часов будут полностью перекрыты улица Ильинка и Варварка. В Москве сегодня возможны небольшие осадки и плюс 1-3 градуса. Повторником после 14.35 на Эхе Москвы в Уфе политолог Дмитрий Михайличенко рассказывает, как формировался правящий класс республики в советское и постсоветское время. Люди и события, повлиявшие на то, как и кто сегодня управляет Башкортостаном, в серии программ «Конфигурация власти». Слушайте повторником в 14.35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и эхо. На томы и партнеры. Эхо Москвы в Уфе и ProUfu.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Рустам Хамитов провел ряд кадровых перестановок. Рустам Хамитов провел ряд кадровых перестановок. Рустам Хамитов провел ряд кадровых перестановок. Эхо Москвы в Уфе и ProUfu.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Мы продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхо Москвы в Уфе». У нас сегодня в гостях Андрей Пателицын, координатор движения «Открытая Россия» в Башкортостане. Про митинги хочу у вас спросить. Во-первых, их какое-то огромное количество, по моим ощущениям, в последнее время. Самых разнообразных. Например, на выходных был митинг в Благовещенске. Там по поводу свалки вообще жители возмущаются. Как вы считаете, есть у них шансы, учитывая, что... Вот помните, после вопроса президента на прямой линии, как там все всполошились касательно свалок, или это все ничем не закончится? Митинговая активность абсолютно закономерна в предвыборный год. Здесь действует закон возникновения вот этих вот всех вопросов и групп, которые время от времени их инициируют, провоцируют и прочее, прочее. Ну, скажем так, перекладывая историю со свалкой на прямой линии Путина и пытаясь ее транслировать на нашу местную действительность, конечно, это не будет иметь такого эффекта, такого резонанса. Более того, я думаю, что вообще этого никто не заметит. У нас со свалками плохо, с организацией, утилизацией отходов очень плохо, никто не занимается толком. Вот госпожа Шагапова, например, вместо того, чтобы заниматься непосредственно этими вещами, она занимается всякими коммерческими митингами в пользу каких-нибудь застройщиков и прочих вещей. Подождите, вот у нее был митинг в защиту ухимского лимонария. Вы понимаете, что этот митинг был осуществлен силами студентов, которых приказным порядком отправили туда участвовать? Нет, я не знаю, почему вы так думаете. Руфина Шагапова говорит, что они просто звали всех в соцсетях. Из юрфака БГУ, где было просто буквально распоряжение явиться, выделить 200 человек. Подождите, я хочу понять, Руфина Шагапова представитель партии «Зеленые», вроде как оппозиционной силы, ну, по идее, по формальным признакам в Курултай. Она не из Единой России, с какой стати в университете сгоняют студентов на ее митинг? Здесь надо правильно понимать позицию этой гражданки, в том смысле, что никакая она не оппозиция. В госсобрание она попала совершенно случайно и по стечению обстоятельств. Конечно же, эта партия никому неизвестна, и вообще ее лидер, этот господин, насколько я помню, Глеб Филатов, по-моему, такой, ну, там, он чуть ли не в розыске и так далее. То есть, ну, в общем, это все фикция на самом деле, это никакая не оппозиция, никакая не экологическая партия. Дама эта занимается довольно странными вещами, то есть то она силами фотомоделей устраивает митинг, лишь бы только туда не пустить обманутых дольщиков на это место, то, значит, она силами от студентов устраивает там защиту лимонарии мероприятия. Это очень странная активность, я до конца не понимаю ее природы, но очевидно, что она не несет того смысла, который закладывается номинально. То есть вы считаете, что этот митинг не неудобен власти, которая, например, согласовывала вот эти проекты на застройку территории вокруг лимонария? Ну, история с лимонарием сейчас откатывается обратно, насколько я знаю, и, в общем-то, уже вот неактуальна сейчас эта защита, и потому у меня складывается ощущение, что это все вот какая-то имитация, вот, в чью пользу она, там, сложно судить сейчас, надо побольше данных набрать на эту тему, но состав этих митингов наводит на нехорошее размышление, то есть и то, как они проводились, каким порядком согласовывались, и как это все происходило, говорит о том, что... В первом случае это вот фотомодели, которых привели там из какого-то агентства, во втором случае это вот эти студенты и дети, которых, значит, привели... В митинге Навального там тоже было много студентов. Да, но механизм их туда, приходы очень разные, и когда дети участвуют на митинге Навального, это яростно осуждается властью, вплоть до того, что сейчас рассматривается вопрос об ответственности родителей за участие и так далее, а в случае с Руфиной Шагаповой все мило хлопали ладошки, а она заявила, что мы тут вот, кто хочет, тот на мои митинги приходит, и так далее, и так далее. Ну, ладно, это вообще, на самом деле, вторичное явление, а вообще про митинги в республике, да, населению сейчас кажется, что выйдя на митинги, они могут донести там что-то до... Кто-то к Путину обращается, кто-то там к Хамитову, кто-то все еще к главе там своего района, и бытует такая иллюзия, что можно достучаться, сообщить доброму там царю или его наместнику о своих проблемах. Я думаю, что в скором времени эта иллюзия развеется, потому что все уже по разу написали письма Путину, по два раза написали письма Хамитову, эффекта никакого не произошло, соответственно, наверное, будет вывод о том, что нет смысла этим заниматься. А есть какие-то эффектные методы публичной демонстрации своего недовольства, например, голодовки, которые дольщики периодически устраивают, вот сегодня новую объявили, это вот такой инструмент эффективный? Сложно судить. Насколько я знаю, конечно, на голодовки власть реагирует в том смысле, что это действительно опасное явление, что это крайняя какая-то мера. Голодовки вот обманутых дольщиков в 11-12 годах, в общем-то, имели эффект и результат. Ну, я бы не стал агитировать людей, чтобы они там поголовно все голодали, добиваясь своих прав. Я думаю, что в России люди должны найти другой способ выражения своего недовольства, выдвижения своих претензий в сторону власти, потому что надо помнить, что в принципе власти все равно. Вот умрете вы от голода на своем месте, но главный акт составить о том, что здесь они ни при чем, и все. Ну, я тут с вами не согласна. Для власти могут быть последствия, кто-то может потерять свое место, если такое произойдет и пригремит на всю Россию. Ну, если, вот слишком много если. Дело в том, что федеральный центр абсолютно в курсе того, что происходит в регионах. Не надо питать иллюзии о том, что вот они не знают, а сейчас мы достучимся до Кремля. Вот такие оргазинские товарищи написали письмо Путину. Письмо пришло в прошедшую пятницу, прибыло обратно в администрацию Хамитова, и благополучно там же и погибло в этой администрации. То есть надо понимать, кругооборот вот этих документов, он абсолютно понятен и очень предсказуем. То есть письмо Путину придет Хамитова, не беспокойтесь. 7 октября, в день рождения Владимира Путина, прошли несколько акций, последствия которых мы видим и фиксируем до сих пор. Ну, например, шествие или, я не знаю, как его правильно назвать, потому что вот штаб Навального никак не определится как-то назвать, но назовем это шествие. Шествие сторонников Алексея Навального, которые собрались у Дворца спорта, а потом колонны пошли к городскому совету. Так вот, Лилию Чанышеву, координатора штаба Навального, признали организатором этого шествия и осудили на 40 часов общественных работ. Такого не было еще вот на нашей с вами памяти, наверное, с организаторами митингов. Вы даже, кажется, ходили поддержать Лилию Чанышеву. Да-да, я присутствовал на суде. Как вам судебный процесс? Поддержать Лилию Чанышеву не удалось, ввиду того, что она сама-то не явилась на этот процесс. К достаточно очевидному недоумению своих сторонников, которые пришли ее туда действительно поддержать. Ну, я не берусь судить, правильно это или неправильно, но такова ее позиция. Значит, у нее был довольно приличный адвокат, хорошо подготовленный и аргументированно выступавший. Но, насколько я понимаю, решение было уже заранее заготовлено. Оно было стереотипным для России, потому что по результатам событий 7 октября по всей России вот эти мероприятия прошли, так или иначе, в некоторых других регионах. И вот как раз-таки, видимо, была дана федеральная команда по способу наказания. То есть вот то, чему вы удивлены вот этим вот исправительным работам на 40 часов. Абсолютно идентичные приговоры получили активисты Ульяновска и Уфы и вот еще нескольких городов. Очень спорно выглядело утверждение суда о том, что именно Чанышева была там заводилой инициатором этого шествия. Я присутствовал, собственно, и на Дворце спорта, когда это все происходило, и на суде. Ну, меня, скажем так, сторона обвинений не убедила в этом. Ну, и очередной раз полиция показала свою немножко некомпетентность, в том смысле, что они даже не знают некоторых процессуальных моментов, когда что-то пытаются доказывать. Это не мешает им, оказывается, победителями. Абсолютно, это не мешает, да, абсолютно. Еще одна акция, ее уже проводил ваш как раз сторонник, член Открытой России, Артем Шабалов. Он, насколько я понимаю, развешивал таблички на скульптурах, и баннер, кажется, еще вешал. И вот с ним вообще что-то непонятное происходит. Как сейчас у него дела? Я поясню. Значит, не утверждаю, что этого делал Артем Шабалов. Я, значит, воздержусь от комментариев и персонали в этой части. Артема задержали, значит, сотрудники уголовного розыска почему-то. Значит, по анонимному звонку о том, что он якобы готовит что-то ужасно экстремистское. Забавная деталь, что звонок этот зафиксирован службой, значит, МВД на 15 минут позднее, чем мы задержали, на самом деле, Артема. Ну, так устроено у нас вот все вот в полиции. Ну, ладно, это все детали. Совершенно непонятно, в чем его обвиняют. У него изъяли баннер, на котором было написано «Путину 65 лет, пора на пенсию». Значит, баннер на данный момент отправлен на экспертизу, которая будет определять, содержит ли это высказывание экстремистские, значит, элементы. Ну, меня это, с одной стороны, забавляет, с другой стороны, я и наши адвокаты, которые занимаются этим делом, значит, в недоумении от позиции полиции. Полиция очень сильно была растеряна. Я так понял, что они были, ну, их заставили это делать откуда-то там, сверху, совершенно несвойственными вещами заниматься. Они были раздражены, утомлены этим всем. Они совершили массу процессуальных ошибок. Пока задерживали его, удерживали, он пять часов провел в отделении полиции номер семь. И мы будем настаивать на том, чтобы баннер действительно был подвергнут экспертизе. Мы получим это, значит, заключение об оценке вот этой надписи с точки зрения экстремизма. И мы, по всей видимости, все-таки его разместим где-нибудь. В Уфе особенно имея на руках документ о том, что он не содержит никакого экстремизма, я думаю, ни одно рекламное агентство нам не откажет в размещении этого баннера. Это доказано. Будет, что он не содержит экстремизм. Ну, как вы сами полагаете, есть еще и принцип разумности. То есть вот надпись «Путину 65 лет и пора на пенсию» может ли это в принципе содержать какой-то экстремизм? Конечно, нет. Вы знаете, практика показывает, что к лингвистам, которые проводят исследования, тоже может быть ряд вопросов, и мы об этом попозже с вами поговорим. У меня такой вопрос. Вот когда проводятся такие акции, я не знаю, можно ли говорить, что это ваша акция, и вы это не подтверждаете, тем не менее, ну, возьмем теоретически. Организаторы думают о последствиях, вот о подобных? Конечно, да, безусловно, да. И это их не пугает? Ну, бояться можно всего на свете. Можно бояться трамваев, да? Не выходить на улицу там. Не выходи на улицу, не совершай ошибку, да? Трамвай довольно предсказуемый, не то, что наша полиция. Наша власть сейчас тоже вполне предсказуемый, то есть нам удается просчитать, в общем-то, все реакции, ну, по крайней мере, не в деталях, но в смысловых там каких-то элементах. Я напомню номер для смс-сообщения, плюс 7 927 304 10 51, координатор движения «Открытая Россия» в Башкортостане Андрей Пателицин, сегодня персонально ваш. Вот я про лингвистическую экспертизу сказала, и я имею в виду приговор с Агиту Исмагилову, общественному деятелю, которого вот как раз признали экстремистом, разжигающим межнациональную рознь, и у него там большой штраф 400 тысяч рублей. А, да, 320. Вот видите, я оговорилась, тут 400 просил прокурор, действительно, 320. Там учли ряд смягчающих обстоятельств, в том числе возраст и положительные характеристики. Следили ли вы за этим делом, и каков вам итог? Да, я следил за этим делом, я знаком лично с Агитом, и, в общем-то, я предсказывал, что итог будет примерно таким, меня, конечно, немножко ошеломила сумма. Но вот вы тут по Фрейду оговорились, прокурор просил 400, да, прокурор просил 400 тысяч. Видимо, да, не получил 400 тысяч. Ну, ладно, действительно, это смехотворная история. Тут сошлись все факторы и достаточно спорной экспертизы вот этого текста, и того, что тексту этому 500 лет, и прочее, и прочее. Здесь, конечно, вот эта история с Агитой Исмагиловой, это иллюстрация той степени идиотизма, в которой находится эта система, вот именно в части поиска, отыскания и наказания экстремистских, скажем, проявлений в обществе. В России экстремизм – это большая проблема. Но, к сожалению, правоохранительные органы, власть в целом борются не с тем, что есть на самом деле экстремизм, а с теми проявлениями, которые им удобно считать. Я считаю, что нет. Я не владею практически татарским башкирским языком, не могу дать 100% оценки вот этим текстам, которые были перепущены, но я могу сказать так, что есть норма о том, что, во-первых, это произведение, которое он процитировал, он не своими словами изъяснялся вот в том тексте, который ему вменяется в вину. Он процитировал одно из произведений татарского поэта. Значит, во-первых, это произведение многократно публиковалось до этого и есть в открытом доступе. Во-вторых, есть определенная норма, когда художественные произведения не могут быть признаны, коль скоро они признаны таковыми, они не могут быть признаны, скажем, экстремистскими высказываниями и так далее. То есть, если Лермонтова внимательно почитать и понадергать из него некоторых цитат, то тут можно сесть надолго-надолго за оскорбление каких-нибудь кавказских народов. Вот. Потому такая норма существует. В данном случае суд ею пренебрег, и я думаю, что у этого случая достаточно хорошая перспектива, если Сагид вознамерится дальше продолжать, ну, обжаловать эти решения и обсуждать их, скажем, на более высоком культурном уровне, имея в виду суды более высоких инстанций, я думаю, что хорошая перспектива ему отыграть это дело обратно. Непонятная история сейчас происходит с другим башкирским активистом, с Фаилем Алчиновым. Как говорят представители Башкорта, продолжается уголовное преследование председателя и заместителя председателя этой организации, его задерживали, в больницу вроде как к нему приходили. А вы в курсе, что там за история? Якобы это связано с избиением приезжего человека. Вы, если общаетесь с этими людьми, расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем там дело? Здесь ситуация сложнее на самом деле, потому что, да, действительно, был некий эпизод с дракой, он зафиксирован правоохранителями. Это было еще несколько лет назад? Это было два года, ну, практически два года назад. Сейчас истекают все сроки, значит, по процессуальные сроки, по расследованию этой истории. И, в общем-то, то, что почти два года эта история, ну, ни шатка, ни валка не расследовалась, наводит на мысль, я не знаком с материалами дела, потому не буду рассуждать, как там, скажем, человек, посвященный в детали, но порассуждаю образно. То, что два года эта история не имела таких последствий, которые она имеет сейчас, наводит на мысль о том, что воздействия в отношении Алчинова активизировались. Безусловно, что Башкорт и его лидеры сейчас очень некомфортны для местной власти башкирской. И вполне возможно, что подобная история вот эта для них очень удобна, чтобы, ну, условно, сейчас вот, как бы, преследовать в уголовном плане лидеров этой организации. Ну, я думаю, что нужна хорошая адвокатская поддержка, нужно хорошее, правильное, значит, обеспечение этой защиты, потому что речь все-таки идет об уголовном деле. Слушайте, к ним на заседание ходят толпы, можно сказать, людей, есть такое движение, тысяча слушателей называется. Ну, это толпа человек в 10, да. Я считала на фотографии, на последней, там порядка 30 человек. Вам кажется, это работает, вот, когда столько людей приходят на заседание и сидят там в качестве слушателей? Можно я не буду вот эту организацию комментировать? Прокомментируйте и метод. Метод, наверное, да. Иногда на судей воздействует явка там большого количества зрителей, слушателей, там, участников процесса, журналисты особенно и прочее. То есть, судьи у нас привыкли принимать решения, особенно какие-нибудь там аффилированные и уже заранее заготовленные решения, они привыкли принимать в тишине, в покое, чтобы никто там не был свидетелем этого позора и так далее. Это слегка нервирует судей. Но надо понимать, что судьи у нас люди крепкие, подготовленные, и, в принципе, таким вещами их не прошибешь, конечно. Но понервировать можно. Редактор газеты «Бонус», член Конгресса башкирского народа Рамиль Рахматов сейчас тоже является участником судебного процесса, его обвиняют в организации несанкционированного митинга, и он требует, чтобы ему предоставили переводчика с башкирского языка, так как хочет говорить на своем родном языке, и уже несколько раз заседания откладывались, переносились из-за неявки переводчиков. Вам как вот этот вот метод? Ну, это такой очень качественный троллинг ситуации. Да, он вправе, юридически это все абсолютно выверено, он вправе потребовать делопроизводства, в том числе и судебного, на башкирском языке. Ему обязаны предоставить этого переводчика. Мне удивляет, что суд, который, в общем-то, имеет достаточно резонансный характер, то есть это необыкновенная какая-то там бытовуха, драка или пьянка, это целое, значит, политическое событие, и этот суд не может обеспечить одному-единственному Рахматову переводчика. Это говорит о том, что система вообще не работает, да? То есть они вот к этому моменту не готовы предоставить одного-единственного сертифицированного переводчика, который мог бы это все дело, в общем-то, реализовать. Ну, вот про суды еще. На прошлой неделе, на минувшей неделе, состоялась апелляция Верховного суде Башкирии, Курлтай Республики, там судился с инициативной группой по проведению референдума, и чуда не случилось, то, о чем говорили, и, в общем-то, с удивлением о результате суда первой инстанции, который признал незаконным отказ Курлтая рассматривать этот вопрос, не имел продолжения, суд все вернул на круги своя. Каково вам это кажется? Ожидаемо вполне? Или, в общем, здесь как-то все не так сработало, как должно быть? Я эту историю уже многократно комментировал. Вообще вся эта история с попыткой инициировать референдум со стороны штаба Навального, это все имитация, на самом деле. Как и сама попытка, так и дальнейшие, вот эти длинные и нудные судебные. Знаете, это как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Я хотя бы попытался. Ну, может быть, да, может быть и так. Не догоним, так согреемся. В том смысле, что здесь интереснее участие, непосредственное участие администрации Хамитова в этом процессе в Верховном суде. То, что там был непосредственно направлен господин Галин, который штатный сотрудник правового управления администрации главы региона, а вовсе он не сотрудник госсобрания. Многие рассуждать стали о том, вправе ли он был это делать. Но это не важно. Но важно то, что администрация Хамитова напрочь не доверяет силам госсобрания, которые, ну, они не верят, что те могут эффективно вот эту задачу решить. А в чем вопрос? Почему бы не рассмотреть этот вопрос, отклонить его и забыть о нем? Почему нужно все вот сводить к чему-то, к какому-то недопониманию? Вы расшатываете лодку, да, раскачиваете лодку. Нужно сидеть ровно в лодке. Никакого, никаких выборов не должно быть там непредусмотренных. Никаких рассуждений о том, что мы не выбираем мэра, тоже не должно быть мэра. Мэра надо назначать. Ну, сами посудите, главе региона комфортно назначить мэра или ждать, кого выберет неразумный народ? Конечно, ему здорово своего назначить. Мы же говорим не о конечном результате. Во-первых, даже если бы референдум провели, представим себе утопическую ситуацию, совершенно не факт, что большинство людей бы проголосовало так, как нужно инициативной группе. Вообще есть, по-моему, куча этапов, которые надо пройти, и на каждом этапе можно чинить препятствия, если захотите. Именно поэтому я и говорю, что это имитация. Вот эти этапы были проанализированы еще прошлой осенью, и было внятно и понятно объяснено, что вот этот путь нужно проходить по-другому. Не в лоб идти и проситься в госсобрание, чтобы потом об этом все радиостанции и газеты писали об этой поступопорожней войне. Есть же выхлоп, есть информационный шум. Информационный выхлоп есть, результата не будет. А какой результат от акции 65 лет Путину пора на пенсию? Нет, вы пытаетесь сравнивать квадратное и коричневое. Но, значит, я еще раз повторю, что вот это инициирование, попытка инициировать референдум через госсобрание абсолютно пустая и не результативная. Последний вопрос у меня к вам. Тут споры идут, вдруг неожиданно я это обнаружила, вокруг того, какое дать название скверу. Казалось бы, называли их всегда как-нибудь, там никто особо по этому поводу не переживал. А тут выясняется, что чуть ли не батл у нас настоящий. Как назвать маленький сквер на улице Революционной? В группе ВКонтакте Ленинского района Уфы есть соревнования. Вот два названия. Сквера столетия Великой Октябрьской революции и сквера Богородский. Вот ирония здесь вот такая вот есть. Да, начнем с того, что это вообще не сквер, а просто улица, где поставили скамеечки. Я живу прямо в 100 метрах от этого места. Ну ладно, хорошо, советский район это решил. У них сейчас какое-то обострение осеннее, они любое, значит, событие превращают в свою победу. Ладно, пускай это будет сквер. Меня действительно насторожило, что столетие революции, ужас, я бы не хотел, чтобы у меня вот за окном был сквер имени столетия революции. Сквер Богородский? Да, Богородский, да бух с ним, ладно, пускай. То есть, как бы, если только вот граждане согласны. А вот насчет столетия я категорически против. Буду митинговать, манифестации устраивать и самосожжение, если так случится. Ой, ужас какой. Ой, тут еще, конечно, экспертная комиссия должна выбрать, насколько я понимаю, только три варианта. Здесь нельзя проводить это через вконтактные чатики советского района. Должен быть механизм, понимаете, когда вот если выносится на обсуждение... Это прямая демократия, разве нет? Ну, а что ни люди, ни граждане... Есть некий критерий. Вот, к сожалению, сейчас власть утратила вообще понимание о том, как проводить открытые процессы. Как организовывать их так, чтобы действительно был доступ у людей к решению, чтобы они были оповещены. Вы анализировали, сколько людей знает о том, что у советского района есть чатик ВКонтакте? У Ленинского. Да какая разница, у Ленинского или у Советского? Ну, давайте посмотрим, сколько у них подписчиков. У них ровненько это все. У них пять тысяч. Да, ужас какой. Пять тысяч. А сколько живет жителей в Ленинском районе? Соотнесите эту выборку, да? И сколько среди этих пяти тысяч жителей там Ямал-Ненецкого округа и прочих неуфимских районов, да? То есть это чушь. На самом деле это не открытость, это имитация. Вот, нужно работать по-настоящему. Как это делается во всем мире, а не как это делается в нашем Ленинском районе. Это было мнение Андрея Пателицына, координатора движения «Открытая Россия» в Башкортостане. Я вас благодарю. Спасибо. До свидания. В полном контакте с информацией. В контакте с информацией. Это Москвы.